Здравствуйте, я тут, в другую сторону. Вот, вот я рукой машу. Меня Настя зовут, я в Воронеже работаю в академическом... Поэтому я ненавижу микрофонное общение, поэтому я вынужден использовать это в спектаклях, потому что много там, так сказать, поют и что-то такое много говорят. Но вообще говоря, вот это произойдет в театр, вот это произойдет из-за этого. Да, потому что ты не понимаешь, кто говорит. В театре это невозможно, потому что это и есть суть драматического искусства. Человек, который говорит, ну так, совсем просто говоря, человек, который говорит, и ты на него смотришь, его воздействует на тебя текстом, энергией, телом и так далее. Когда-то я даже не понимаю, да, мы не понимаем, а кто это? Я же сговорю с Богом. Нет, я не Бог, это нормально. Меня Настя зовут, я работаю в Воронеже в академическом театре драмы. И вот 1 октября у меня премьера «Короля Лира». Так случилось. И к кому же мне обратиться, как не к вам? В общем, вы ставили давно, да, прекрасно... У вас есть связи с север. Да, поряд, но я не к этому, просто в связи. Вы ставили прекрасный спектакль, да, с Константином Райкиным, все его видели, и вот вы вновь вернулись, да, в этом сезоне, поставили «Короля Лира». И я бы хотела спросить, почему вы опять пришли к этому материалу? Что поменялось? Может быть, вы увидели какую-то, ну, актуальность вопроса, какая-то новая, еще что-то? Вот об этом очень интересно. Спасибо. Вы знаете, я ничего не понимаю про слово «актуальность». Я реально не понимаю, какое отношение это имеет к театру. Это, ну, наверное, может быть так, что это как бы логика, не какое-то непосредственное событие, которое происходит в жизни. Так я понимаю актуальность. Я не актуальный человек. Естественно, что я хочу, чтобы мой спектакль что-то задевал в людях, конечно. Но это никак не связано вот с этим словом. Это какие-то другие совершенно потоки или там желания, которые во мне возникают. Это два совершенно разных спектакля, конечно же. И первый спектакль, который мы уже там, ну, вот, его уже два года, по-моему, нет, его мы сняли, это было связано с какой-то историей, наверное, семьи, да? Это был такой очень, такой распад семейный, который потом превращался в распад человеческого сознания и в результате в распад мира. И такое трагическое непонимание между людьми, которое приводит к... Все умерли. И прошло какое-то время, большое, достаточно. Вообще, надо сказать, что это неисчерпаемая вещь. Я не повторяюсь, ну, в смысле, по названиям. Там у меня были случаи, когда это происходило, по названиям. Но это никаким образом не связано с повтором, как бы, буквальным. И, конечно, это нам, может быть, возможно, это одна из самых лучших опиеса Шекспира, в которой есть ответы, в которой поставлены все вопросы, которые существуют у человека, к самому себе. И здесь, во второй истории, ну, так, не вдаваясь особо в раскрытие там замыслов, но мне оказалось, мне захотелось опять окунуться в эту шекспировскую стихию, стихию бури, стихию изменений в жизни, которые есть в каждой его пьесе. В той энергии космической, которая там лежит, которая переворачивает человеческую жизнь, переворачивает сознание, континенты, меняет небо с землёй и с нами и так далее, и так далее. Это какой-то, вот поэтому, вот эта энергия, которая есть, поэтому я захотел туда... Я, на самом деле, здесь очень простой ответ. Я так, я давно не делал Шекспир, я так соскучился по этим энергиям, что я захотел туда пойти. Это было самое главное для меня. Поэтому, там, франьё, лунды, ветры, громкая музыка. Спасибо. Следующий вопрос. Спасибо. Спасибо. Спасибо.